Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня я хочу поделиться историей, которая называется «Самый лучший совет». У кого-то из мастеров с большой буквы, по-моему, у Винникота, может быть, у Витакера, не помню точно, я читал историю о том, как этот мастер, работая еще интерном, будучи совсем молодым специалистом, оказался в приемном покое. И он дежурил там, когда привезли женщину с тяжелым психозом. И ее привезли, чтобы госпитализировать. И, как он пишет, она была не в себе, она была, конечно, взволнованной, выглядела она плохо, она все время куда-то пыталась побежать. Ну вот, наконец, ее приняли, там, по-моему, сделали успокоительный укол, стали оформлять документы. И когда ее уже повезли дальше в палату, вдруг на какой-то момент я увидел, что у нее есть проблеск сознания, и она как-то обратилась к нему и спросила, «Доктор, а что мне вообще делать?» «Ну что я мог ей помочь?» «Я только начинаю работать, и у нее психоз, и ее госпитализируют». Но она смотрит на меня, и я говорю ей, как он писал, «Сейчас вы полежите, вам станет лучше, следуйте всем назначениям, а когда выпишетесь, найдите дополнительную работу, ну или сделайте так, чтобы вашего дохода хватало, соберитесь и пойдите на психотерапию. Выходите регулярно хотя бы 2-3 месяца. Вот это вам точно поможет». И как он пишет, «Я уже совсем забыл про эту женщину, потому что уже много раз дежурил в покоях, и вдруг, примерно спустя год или еще больше времени, на какой-то дружеской вечеринке, где смех, блестки, шампанское, я с друзьями, я вижу, как какая-то симпатичная девушка с блестящими глазами, хорошо одетая, вдруг поворачивается, смотрит на меня, как будто она узнает, кидается ко мне, обнимает меня, у меня что-то щелкает, я вроде где-то ее видел, но где, она отстраняется от меня, говорит, «А вы помните меня?» Ну, я говорю, «Ну да, но где я вас видел?» Вы знаете, у меня, она перебивает меня. «Вы дежурили тогда, когда меня госпитализировали?» И вы знаете, я сделала все, как вы сказали. Я выписалась, я пошла на психотерапию. Так вот, это был самый лучший совет в моей жизни. Видите, мне это помогло. Почему я рассказываю эту историю? Потому что психотерапия может быть полезной. Обращайтесь вовремя. Вот так. До новых встреч в эфире. С вами Сергей Гудков.